всем привет дорогие друзья на ваших экранах stalker чистое небо clear sky недолго думая решил по сразу же начать и следующей части уже было интересно проходить прошлую давайте я вам сразу покажу что я не стал включать dx 1 dx 10 потому что говорят он плохо оптимизирован я нигде его не включил вообще то что вот возможно было включить я включил вот это я включать не буду так я себе фпс но в этой игре я смотрю фпс не залучен что плюс для меня почему-то странно прошлый раз было и сразу же я установила fix специальные для этой игры в этом фиксе как раз и пишется что дарик x10 работы здесь коряво следующей части там зов припяти там вообще есть дарик x11 но говорят что он еще хуже работает чем дарик x10 что дарик x10 вообще вот и где надо ставить на своем скажем страх и риск как я понял ну давайте не будем затягивать здесь у меня ничего нет давайте новая игра я выберу также stalker хоть мне будет и сложно как было прошлой игре но надеем более-менее мы в stalker уже разобрались то и как там что как работает я понял это продолжение потому что я смотрел а сколько концовок stalker 2 stalker этом а а сейчас посмотрю заставку договорил кстати я совершенно не вижу причины волноваться согласно результатам наших исследований следующий выброс произойдет нет ни раньше чем через два месяца четыре дня плюс-минус семь часов интенсивность его составит три балла по шкале беркмана чтоб две целых тринадцать сотых остались они убежали ровно игроку рык во всем покажем в этот о его что произошло я не в курсе я уже забыл что я говорил опуская подробности скажу что ничего подобного я ранее не видел энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы но видно графика подросла остальных функций организма просто отличный парадокс считаете это связано с выбросом вне всякого сомнения впрочем я пока не могу дать но я больше сейчас интересно зрительная локация я честно скажу я не помню что я говорил просто память отбита давай опять это хорошо я мне кажется для stalker это уже нормально ну что же с возвращением на этот свет стал как самочувствие голова размата разламывается в голову в глазах круги и плывет все ел что с тобой произошло такая помню что вел экспедицию ученые в сторону болота потом потом был выброс там так потом все это это я в раю или воду или это чистилище то так и на зону похоже ночью значит жить будешь моя фамилия лебедев я начальной группой отвечаю здесь за все и за всех из-за тебя кстати пока ты тут себя мы называем чистое небо сейчас ты на нашей базе ребята подобрали тебя на болотах после выброса болотах и нас и прошлой часть подобрали а вот как значит мне повезло думаю вот факты ты выжил после выброса это первое что я никак не могу объяснить второе наш патруль наткнулся на тебя на болото на это бесконечные топе мы у тропках и сами не всегда уверены и третье тебя едва не растерзала стая псевдо собак вроде бы сглажен и поставил последний момент это цепь событий непростое везение ладно прервемся на время приходи в себя мне нужно закончить работу мне подвигаться надо нормально что 57 fps в игре разочарется за фигня в прошлой части было все нормально расширенный а в чем прикол то с его я знаю что бывает жрет ну вот смотрите 80 fps так давайте посмотрим а карта не работает вообще с барменом реально карта не работает так давайте я могу сейчас игру перезапущу и посмотрим как это все будет работать может вообще стоит по умолчанию сбросить настройки чтобы вообще забить на это все у нас вроде бы все нормально шло вообще я не знаю и полара параллакс свет фонариков мпс просто я знаю что ссо реально много съедает может это только в зданиях но подожди дай мне сначала разобраться отключим полностью ну да сразу это чисто так же как она работала еще в другой части в метрошке я помню также было там интересно смотрите заглаживание показываю сейчас вот найду это заглаживание а где сглаживание на новое заглаживание максимум не знаю давайте короче я сброшу настройки и вернусь к вам буквально через секунду заодно на перезапущу игру зато и посмотрю так давайте-ка я и 5 работает так что увидимся мы буквально через секунду так ребят я по сути разобрался поставил себе полное динамическое освещение как было в первой части в тень чернобыля потому что как я понял улучшенное оно лишь просто жирает куча поставил по приколу вот это там вообще под 30 фпс там даже поменьше и прикиньте здесь покажу так вот так короче все не стал я вот это включать все это может конечно объемный свет но нафига это надо будет все вырубать это а вот это все мнение работает только лишь с улучшенным но она тут по сути и зачем у нас и так под 100 фпс что статика странно причем с улучшенным падает почти в два раза фпс но это чисто я не знаю вспомнить какую там игра была помню вот когда а hitman 3 как раз включается же трейтинг бац в два раза просто падает если не в 3 там даже так давайте посмотрим вообще управление просто присесть shift бег шаг нам нафиг он не нужен инвентарь и пока выход здесь автоматом уже так тапочки артефакт 7 и стать и еще в прошлой части я немного вчера побегал узнал про такую вещь секунду я покажу даже а не подожди я где здесь аптечка вот так вот использование бинта вот так мне даже я думаю вот так вот это вот так вот применить и теперь когда надо я буду использовать на бинт аптечку но надо сейчас еще сменить чтобы я пользовался на е про не f как обычно здесь смотрите там час плюс здесь нет этой буквы кэй впереди почему она была там без понятия вот использовать на е но увидите наклонными я все-таки не используюсь а хотя знаете что раз наклонными я не пользуюсь где на киво а это мне нафиг не надо кью сюда ем приказ атаковать не надо детектор и вообще никогда не использовал жиночного фонарика пока час секунду проверим все это бег на shift и применить процессе на бляхом ребят п п давайте ка я все таки вот так вот сделаю а вот болото которые не были доступны в прошлой части это я точно могу сказать а так а вот этот город не был доступен нам было припять доступны и чс чс видно все еще доступен мы тут бегали помните да давайте сейчас внимательно осмотрим наш я помню что я здесь бегал вот здесь пробегал везде вот здесь а финалка была я помню но вот этой локации точно не было вот этой тоже война группировок статистика долг это 50 до инвентарь вообще изменился ладно давайте опять и пойдем а куда нам вижу красную метку давайте по-нормальному спустимся не будем портить себе здоровье о кто рад видеть вас молодой человек вижу вам уже вообще отлично и давайте-ка все-таки вертикалку я вот что что на вертикалку я поставлю 60 герц я конечно ставить не буду а почему вертикалка у меня стоит 0 лёша на я забыл здесь она не ставится совсем ладно будем привыкать либо я потом просто через панель управления на видео поставлю ну заметьте стати реально заметьте что здесь он голову так быстро не крутит да рот и бар я потом взял погромче на строке по лазе на разгаре это почти ничего группа ученых вел по болотам потом выбросом накрыла дач ничего не помню очнулся уже здесь у вас так что это ты рассказываешь что и как так ты пей и слушай раньше тут куда спокойнее тропки исхожены места нужные разведаны подходы пристрелены конечно болото это тебе и не курок со спозливым и как тебя сюда занесло утром не нашлось мне место в том мире давила меня жизнь давила туда и выдавила сперва в зону а потом я чистому небу прибил люди нормально а вот это место и хоть приблизительно скажи где мы если приблизительно наши среди романтических бескрайних баллов какое именно их счастье я уж и сам не скажу но это последний последнее место в зоне где можно встретить настоящих людей ну продажно понимаешь таких которые в спину не выстрелят и аптечкой последней поделятся вот как сколько в зону хожу никогда не слышал о чистом небе и как у вас тут все устроено знаешь почему не слышно потому что слишком многие хотели бы слышать его а чем меньше народу она знает тем нам спокойно главное у нас небе глупая пойдем считать все и держит потом каланча наш профессор каланча головастый мужик знает о зоне столько ну знает в общем еще есть новиков где этот из консервной банки пулемет сделать может и патронов ему два цинка их запчастей бы ему только побольше ну и суслов он хоть и торговец но не торгаш не жлоб он знает как сталкер свою копейку добывает и сталкера ценен закрывайте с разговорами наявник пусть зайдет ко мне ну вот лебедев сказал надо бояться ответил есть так что давай брат раз уж лебедев тебя ждет заходи еще я хочу хочу сказать это же те самые болоты где нас нашли прошлой части мы были играли за сталкера точнее за этого ну да стрелка вот мы играли за стрелка мы только в конце игры это поняли хотя был намек один то что мы играли за стрелка это когда мы ходили я даже покажу это место вот это место и здесь вот подземный был тайник этого стрелка и мы когда туда пришли нас там бомбануло там встретился тот старик из заставки и называл нас стрелком или что то в этом духе означает вот эти долг мутант долг ну да где-то здесь нас нашли тогда привезли нас сюда военные военные да мы помним на болото болото на свалку здесь несколько мест смотрите вот здесь раньше не было доступно мы только вот с этой стороны могли пойти теперь много развилок что можно и потеряться это куда в рыжий лес а где он а где он в рыжий лес а где он в рыжий лес это где что-то что-то как-то тихо я не знаю надо ли это включать или не надо я поставлю вот где-то вот так вот и и вроде бы как-то сюда не ниже 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 куда ну как проветрился выглядишь уже бодрее уже лучше тебя в курс дела и так ты находишься на территории базы чистого неба не пытайся вспомнить ты не мог слышать о нас и это хорошо наша миссия исследование зоны мы считаем что зона нужно тщательно изучить чтобы понять чем столкнулась человечество именно в понимании находится ключ к тому чтобы человек нашел способ сосуществовать зоны ведь если разобраться зона самая удивительная из того с чем мы сталкивались за всю свою историю ну почему вы скрываете я уже говорил мы исследователи мы пытаемся понять природу зону установить причины ее появления сформулировать законы по которым она существует мы не думаем об обогащении не ищем поля артефактов не пытаемся выяснять отношения с другими группировками именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях мы сильны не боевыми навыками а знаниями знаниями о зоне которую мы накопили за многие месяцы исследований сегодня мы знаем о ней гораздо больше чем сталкеры и официальные власти вместе взятые все складывалось в понятную картину до тех пор пока несколько дней назад не грянул большой выброс а что в нем было такого необычного ведь и раньше были выбросы нет этот выброс был феноменальной силы так сказать вне категории настоящий ураган который проутюжил всю зону и перекроил ее изменилось все разведанные относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями зато появился доступ к местам которые оставались закрытыми гадания даже самые матерые сталкеры уже не уверены какая аномалия ждет их по дороге или на какую тварь они там нарвутся а еще в зоне изменились люди это сразу мгновенно выброс не только изменил карту зоны но и разрушил баланс между группировками началась война за контроль над территориями в общем много произошло странных вещей и я пока не могу до конца понять степень этих изменений впрочем после выброса прошло всего несколько дней но самое странное то что тебе удалось после этого выброса выжить самое интересное это возможно повлияло стрелок на это все я не знаю какая концовка там истинная 7 концовок являются ну 7 концовок связаны с монолитом и две концовки которые мы уже видели там либо ты соглашаешься тебя ложат в эту камеру в стадис либо ты отказываешься и идешь уничтожать их всех как бы так и какая из них истинная явно не с монолитом это явно явно какая-то из этих двух концовок истинная а какая именно их знает знал бы как выжить обязательно бы рассказал но я ничего не помню понятно чем я могу тебе помочь уйти хочу потрепало меня потрепало на руки и ноги целы как вообще выбраться отсюда выбраться отсюда очень непросто болото это лабиринт из камышей другом радиоактивные топи которых полно разных тварей и человеческого отрибья даже не знаю кто из них страшнее вывести тебя отсюда могут только проводники их у нас всего несколько этим людям я полностью доверяю но сейчас ситуация сложная если я тебя отпущу то информация о нас перестанет быть тайной почему ты клонишь знаешь в последнее время нам приходится очень туго выброс ослабил аномальную активность на болото и сюда набежало столько бандитов и прочего дерьма что глядишь завтра с утра их лагерь будет прямо у нас под носом мы бойцы не очень поэтому пока сдаем позицию за позиции а вот и другое дело ты спец это сразу видно твой опыт может сохранить жизнь многими все хватит разговоров случилось еще одно нападение на форпост помоги отбить его там сейчас между прочим кое-кто из тех ребят что тебя нашли еще не забыл как выживать в зоне ну ты припоминаешь на тогда быстро к торговцу у него получишь минимальный комплект снаряжения и давай сразу к форпосту как выйдешь за территорию базы прислушивайся к моим советам хорошо пойдем закупимся хоть посмотрим что нам тут дадут у меня вообще нет наконец-то вот держи это базовый набор снаряжения специально для патрульных заданий спасибо слушай у вас тут что постоянно такие напряги у меня приказ выдать тебе снаряжение а все расспросы потом дробовик мне дали вы чё шутите? и куда там? и вот тебе сталкер ну что готов идти к форпосту? готов хорошо я завоюю тебе а я завяжу тебе глаза на все на время дороги сам понимаешь дорога на базу должна оставаться тайной понятно да без проблем где она покажет вот я вот не все-таки давайте-ка я на м сделаю потому что что-то вы знаете не комфортно не комфортно это видите привык на м нажимать и как-то да вот раньше было недоступно как бы эта карта что нам вообще предложит вот это место статька заметьте недоступно вот это до сих пор возможно в третьей части будет доступно ну через возможно опять же будет доступно к финалке ага идем сюда да кстати в аномалиях иногда можно найти артефакты невооруженным глазом их не заметить однако детекторы легко их обнаруживают если подойти достаточно близко прибор направленным импульсом засветит артефакт после этого поднять добычу не составляет труда однако учти твой теперешний детектор очень слаб он может только сообщить расстояние до артефакта надо бы больше всего бинты поставить тогда ну что первая серия первые проблемы вот использовать бинт на кью а это тогда на маус 4 это 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 двое бляха муха сложно сложно смык вы сейчас что издеваетесь а почему не было сохранение ну как проветрился как я не понятно выбор все хватит разговоров отлично принято приветствую наконец-то вот держи дружище у меня пойдемте сохранение вообще не было прикиньте наемник будь внимателен помни об аномалиях в начале бросаешь болт а сам идешь только если впереди чисто вот здесь спокойно давайте на f5 да кстати в аномалиях иногда можно найти артефакты невооруженным глазом их не заметить однако детекторы легко их обнаруживают если подойти достаточно близко прибор направленным зафигово подлечивают мне я так и не понял прикол а а как раз меня если выкинуто вначале я офигею а 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 понятно интересно место это болото а а а а а а а у него лишь пистолет у меня уже пистолет есть патроны а а а а а а а а на укрытие, бегом! это нормально? нет, нет, давайте-ка все-таки автосохранение, я заметил, не работает я не понял, а что произошло? ну ладно, пофиг пойдемте выясним я, может, что-то не то сделал как бы ты снова выжил после выброса я уже почти не удивляюсь этому ребята подобрали тебя недалеко от вышки когда все улеглось да, Каланча абсолютно прав то, что происходит с тобой не поддается научному объяснению он утверждает, что ты получил некие, ну скажем так необычные способности необычные, мы уже привык активности которая других буквально расщепляет на атомы к тому же, некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивает показатели приборов зашкаливают впрочем, не обольщайся вот тебе ложка дегтя с каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает если это разрушение не остановить ты попросту погибнешь почему вырос так часто происходит? обычный выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны разрядку но то, что происходит сейчас простой разрядкой не объяснишь мое мнение таково частые выбросы не что иное, как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу своего рода реакция иммунной системы сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально зона терпит присутствие человека в одних местах и запрещает проникать в другие и вот то, что находится за выжигателями дальше к центру табу доступ сталкерам туда закрыт мне кажется, что последние события в зоне связаны с тем, что кто-то нарушил это правило и проник за выжигателя мозгов да, мы знаем кто это а возможно вот это сейчас все происходит в момент, когда именно стрелок проникает туда помните, там были тоже такие же выбросы кто-то проник за выжигатель но чем это угрожает зоне трудно сказать чтобы ответить на этот вопрос нужно знать, что находится в центре зоны одни говорят, там находится монолит другие исполнитель желаний одно и то же эти более приземленные бредят полями редчайших артефактов я был там на станции еще молодым специалистом а вот что там сейчас не знаю могу сказать одно выжигатель появился в зоне не зря он закрывает доступ к центру зоны человеку нет пути за выжигатель мозгов а разве есть возможность пройти выжигатель если даже теоретическое пусть даже теоретическое до большого выброса я считал, что нет да и все так считали однако если расценивать выбросы как защитную реакцию то вывод может быть только один кто-то проник за выжигатель и в ответ на это зона выдала выброс и тот человек или люди все еще живы раз выбросы продолжаются зона пытается их достать и при этом убивает все живое понятно чем опасны такие частые выбросы я знаю о зоне много но рассказать могу пока не все некоторые вещи тебе придется принять на веру видишь ли любая система должна функционировать в равновесии сейчас зона нестабильна и нестабильность это постоянно нарастает если частые выбросы не остановить зона расшатается настолько что случится новая катастрофа собственно мы подошли к основной задаче которая стоит перед чистым небом мы стараемся предотвратить катастрофу у меня у меня есть небольшая теория ребят то возможно истинная концовка это та где мы уничтожаем всех ну когда мы отказываемся принять их ну тех кто создал этот монолит все в этом духе возможно что мы отказались и пошли их уничтожать мы их уничтожили и после этого и начался этот выброс возможно стрелок там и погиб в этот момент кто знает пока мы точно ничего не можем сказать но это теория и возможно она может я прав может нет это все мы увидим дальше это пока теория точно не буду говорить предотвратить катастрофу у вас нет сил даже отбиться от бандитов ты прав но мы знаем как предотвратить катастрофу и остановить выбросы а это уже не мало завидно завидная уверенность ну и каков план в первую очередь нужно выяснить кто был в центре зоны и остановить их любой ценой а почему ты рассказываешь все это именно мне между тобой и зоной есть какая-то странная связь с одной стороны каждый новый выброс постепенно убивает тебя с другой ты выживаешь в таких условиях в каких остальные погибают интуиция подсказывает мне что эти твои способности ну дар проклятие называй как хочет так вот твои способности позволят тебе пройти там где любой другой не сможет это сделать в принципе а нам сейчас нужно действовать очень быстро не уверен хочу лезть в самое пекло почему я должен участвовать знал что ты спросишь об этом ответ прост если не остановить выбросы твоя нервная система выгорит и ты погибнешь поможешь нам спасешь себя наверное это звучит как в дешевом кино но у тебя действительно нет это да отличная перспектива к сожалению да ну так что поможешь нам да тогда слушай внимательно мы подняли все наши контакты и связи в зоне есть информация что один сталкер на кордоне интересовался у сидоровича очень странными деталями это пока все что у нас есть но это хоть какая-то зацепка этого вполне достаточно как мне попасть на кодрон вот эта статика возможно сидорович это как раз тот у кого первые задания набрали в прошлой части и возможно он говорил про стрелка тролл не знал что это стрелок как бы ну вы поняли естественно через болото но я тебе уже говорил после выброса подновали во всякой мрази и теперь она контролирует здесь почти все мы в осаде я не драматизирую так что мы должны вернуть себя контроль над болотами прежде чем попытаемся вывести тебя к кордону думаю мы справимся с твоей помощью конечно с моей только понял постой постой попасть на болото легко наши праведники выведут но если ты все еще и собирая но если ты еще и собираешься там выжить то тебе стоило бы разобраться в нынешней положении вещей частности в новых возможностей своего кпк так что если они тебя вдруг интересуют спрашивай какова тактическая ситуация есть в двух словах полная задница нашим бойцам не удалось удержаться на болотах бандиты вместе с монстрами постоянно их теснят врагов слишком много но если сейчас нужно сделать для контроля над болотами сократить ряды противников попросту говоря по возможности избегать избавляться от тех кто стреляет в нас иначе наши шансы оставаться на болотах хреновые что ты что ты хочешь сделать пытаясь немного отдохнуть собираюсь собираю военно воедино информацию которую мне сбрасывают ребятам консуль консульс консультирует нашего доблестного лидера понимаешь мы проводники захватить насосная станция проводники глаза и уши чистого неба на болотах покажи мне про новые возможности моего пока вот твой главный проводник раздел задачи здесь отображается твое основное задание а также выбранное дополнительное задание дополнительных заданий может быть несколько прокручивать их список можно при помощи этих кнопок как правило места выполнения заданий отображаются на карте за исключением редких случаев когда цель задания невозможно локализовать нам понадобится твоя помощь не только в бою с врагом но и в захвате ключевых позиций в подобных ситуациях очень важным и ценным может оказаться умение хорошо прикрыть бойцов пока они занимают точку кстати советую не игнорировать призывы о помощи ты действительно можешь спасти чью-то жизнь при наведении на отметку на карте ты получаешь дополнительную информацию кроме меток заданий на твоей карте будут также отображаться позиции дружественных отрядов и координаты замеченных противников добро как ты понимаешь наша основная задача контроль над болотами а значит война с ренегатами в этом разделе ты в любой момент можешь найти полную тактическую информацию о ходе военных действий слева отображается информация о группировке в которой ты в данный момент состоишь как видишь это чистое небо то есть мы справа информация об основном противнике вот это примерный уровень нашего боевого потенциала здесь указано количество наших бойцов на текущий момент а здесь уровень нашего материального обеспечения аналогичные индикаторы существуют и для нашего врага наконец в этом поле ты сможешь увидеть текущую стратегическую цель а также тактические задачи которые нужно выполнить для ее достижения внизу будут отображены выполненные стратегические задачи на последние закладки ты сможешь узнать о своих текущих отношениях со всеми группировками а также боевой потенциал каждой из них кроме того здесь же указана твоя личная статистика вот собственно и все да очень интересно что ты можешь мне предложить найдешь глухаря по этим координатам из его рюкзака и заберешь то что прочитается и насколько мне это будет стоить так что же там все-таки лежит потери на 100 не знаю зачем я это беру посмотрим что там есть в магазине привет приветствую ну здравствуй гость заморский с чем пришел с дугим кошельком али с вещью какой диковинной цены неслыханной не с тем не с другим к сожалению попал под выброс еле выжил пустой совсем думаю добро по болоту размотала да слыхал твою историю думаю главное что жив остался ну да добра еще наберешь если зоне понравится так что будем торговать или есть какие то вопросы есть есть ты смотри даже даже здесь на болотах в какой то засекреченной конторе нашлось место торговцы люди такие этого смерти как не вертись ни 15 минут жизни ни запасной магазин не купил а торговцы везде нужны даже в зоне на болотах в подполье это ведь только кажется что зона на замке и вояки все ходы и выходы перекрыли но артефакты и образцы редкие и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру да и ваш брат сталкер всегда с консервами водочкой боеприпасами до снаряга по зоне ходит то все это обеспечу вот то то это тебе не диски на петровке продавать схема ведь какая есть во внешнем мире интерес к зоне и наоборот а вроде как ни-ни нельзя что тут то мы и появляемся все начинает работать все счастливы как мы торговцы между собой шутим даже у человека наставившего на тебя автомат этот автомат можно попробовать выкупить а ты договорил понял только кажется мне что у тебя здесь с торговлей не густо будем грустно ладно знаешь как надоело мелочами заниматься обычных артефактов их же как семечек а самые жирные куски стороной проходят уникальных вещей давно никто не приносил а из-за чего такая беда может сталкеры уже все выбрали попасть бы за выжигатель там говорят за раз на всю жизнь можно набрать артефактов я имею ввиду в принципе при наших теперешних возможностях и связи торговцам давно объединиться пора и найти способ пробраться за выжигатель но не вам одним туда хочется известное дело ладно слушай я тут тебе уже лишнего нагревать все время деньги если хочешь торговать давай а нет как-нибудь другой раз есть что для меня пашка занавеску получим торговать себе дороги так уже есть я вы видите взял бы вот этот дробовик сколько 400 у меня 100 рублей просто можно например и вот у меня и вы 19 да ладно давайте будем копить но это уже в следующей серии так что я благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.